Собственно, мы говорим о ремонте дорог Волгограда. Ситуация странная. Годами ремонта мы ждем, годами мы ремонта не дожидаемся, но потом как-то внезапно ремонт начинается, и когда он начинается, начинается катастрофа. То есть ремонт это хуже, чем ремонт квартиры. Речь идет о реконструкции дорожного полотна на улице Дубовская. Ситуация следующая. В течение 20 с лишним лет этот участок дороги никак не ремонтировался. Ну, совершенно. Я ходил в школу по этим разбитым дорогам. Сейчас ребенка в детский сад вожу по этой дороге разбитой. То есть ничего не было. А потом взгляд Господа упал на эту территорию, и было решено немедленно ее в человеческий вид привести. Прекрасные Димины слова, что он по этой разбитой дороге ходил еще и в школу. В школу это Советский Союз. Я скажу вам свое мнение, как Горбанова Андрея, но она естественно располагается, как Горбанова Андрея, которого сейчас уже Палыч и еще и чиновник. То, что это системная ошибка, то это системно. Это было брошено тогда, как это ЖКХ, ССЖ, и досталось нам сюда. И нам эта пропасть, я был депутатом при Ищенко, у нас было 5,5 миллиардов в бюджет города, сейчас 15 миллиардов в бюджет города, нам сегодня денег не хватает. Все должно прийти сюда. Сейчас идет ремонт дорог? Конечно. В каком объеме? У нас ремонт работы ведется в 32 объектах. Завершены, да, всего 3 объекта. Приступают к ремонту до конца августа. Это плановые показатели? Это все плановые показатели. Нет, это план выполняется? Выполняется. Я могу сказать больше. Лично принял участие в создании интерактивной карты, которая сейчас у нас есть на сайте. И опять же, это просто услышал, как губернатор, выступая по-моему, с кем-то, журналистом присутствовал на телевидении на нашем ВГТРК и говорил, что нужно это делать. Мы сделали эту карту, подработали ее. Теперь любой житель города Луграда может кликнуть там в любой плачевную дорогу, где помечено, что ремонт, узнать подрядчика, узнать в какой стадии, на какой. То есть там написано, высвечивается график, когда он должна сдаться и в каком месте находится сейчас строитель. Проблема у вас никогда в том? Нынешняя нагрузка на дороги и так далее, она не соответствует средствам СНИП. Да у нас ничего не соответствует сейчас. Слушайте, мы никогда эту проблему дорог не решили, в мой взгляд, потому что у нас есть три. У нас отсутствие денег, как всегда. Почему? Деньги есть. Да их мало. Подождите, отсутствие денег, отсутствие кадров и отсутствие технологий, вот о чем вы говорите. Ну вот давайте кадром сейчас. Подождите, я закончу. У нас в регионе 1475 километров дорог. Все они в отвратительном состоянии. В этом году, это с Абакарином на общественном совете в понедельник говорили, что выделены вот эти 500 миллионов рублей, на эту сумму денег можно отремонтировать в Волгограде 15 километров дорог. Вот посчитайте 15 километров дорог в год и 1475. И вот в добавлении к дальним словам, а может быть сделать не на эти деньги не 500 метров, а сделать 250, но качественно. Я о чем сейчас хочу сказать? Я говорю, вернусь на Дубовскую улицу. Смотрите, какая ситуация. Изначально, когда там начался ремонт, там взметнулись, иначе не скажешь, бордюры. То есть ситуация была такая, что бордюры от здравого смысла были выше на 10 примерно сантиметров. То есть ситуация такая. А здравый смысл это какой? Здравый смысл это ситуация, при которой в детском садам возможно с дороги заехать. Ну правильно? Это же логично. Нет, должен быть проект. В проекте везде. А вот ситуация, когда в проекте должен быть... Оказывается, ситуация такая, что делают проект в 1971 году. Как выяснилось. Не может быть так. А вот так. Это, значит... Опять кадровое вот это, то, что люди, которые работают там на дороге с этим проектом, они просто не подготовлены. Как это в 1971 году? Ну подождите, мы потратили деньги в прошлом году. Может быть, с НИПом утверждено. Может быть, с НИПом утверждено. Но, опять же, когда был партийный проект, мы ездили, как общественник еще тогда, ездили по кварталам, смотрели. Да, в некоторых местах по проекту, который вот прям произвели. То есть идет бордюр, подъезд, он лежит, ну, опустили с заездом. Идет бордюр, лежит к подъезду. Есть просто заезд, бордюр стоит. Почему стоит? Он спрашивает его подрядчика. Он говорит, а тут нету. Я говорю, а здравый смысл? Вот. Он говорит, ну, возьмем сейчас болгарку, выпилим, то есть будет заезд. Вот такая же ситуация, НИПом. Но затянули все бордюры. Это не дочек просто, наверное. Своей ситуации. Своей ситуации, да? Колоссальные технологии. Которые-то тоже потом в деньги уйдет его переделка. Вы понимаете, в чем дело? Опять же, ситуация такая. О кадрах замечательных, которые делают по-русски, говорит только подрядчик. По-русски говорит бригадир. Те, кто производит, не понимают меня вообще. Потому что они приехали не то, что из другого региона, а из другой страны, видимо. поскольку они вообще ничего не понимают на русском языке. Как возможно, что у нас дороги делали? Вот сейчас Татьяна, Нима, правильно сказал. Там хоть какой-то китайец с китайским языком, пускай, главное, чтобы качественно делали. Так не качественно делали. Вопрос говорит, о чем? Можно говорить на шикарном русском языке, декламировать Пушкина, Лермонтова, а руки будут торчать не с того места, и будет все равно плохо. Безусловно. Давай на язык не сваливаться, там кого-то национальный вопрос, все остальное. Я говорю о другое, я говорю о комплексе. Не-не-не, о комплексе я скажу одно вам. То есть вот сейчас я лично даже подниму этот вопрос. И поднимать сейчас, думаю, будем. То есть и говорили мы об этом. Первое, что у нас все конкурсы выигрывают МУПы. А может быть нужно выиграть все-таки частнику, с которого просить. Если заключается прямой договор на конкурсной основе, то там не только 94-й закон включается, то, что вот у нас, конечно, он недоработанный, все мы про это знаем, что главный критерий в нем цена вопроса, а не качество, а не какая фирма и все остальное. Ну ладно, это оставим. Второе, то есть он за то заключает, у него есть ответственность, прямая ответственность перед муниципалитетом, то есть на прямом договоре. Когда мы говорим субподрядчик, то это получается, то есть выиграл МУП, а потом передает киргиз, кто, прости господи, там, то есть уже другим, которые уже могут давать документы, и это на рассмотрение МУПа. То есть МУП уже не смотрит, какой у него инструмент, то есть принимает его на себя. Я вот здесь говорю, не пора ли давать ответственность напрямую, как мы говорим. С жителями территории, которые облагораживают, тоже надо как-то контактировать. Вы хоть раз лавочку ставили во дворе кому-нибудь? Просто вас просили лавочку поставить? Наверное, нет. Ставили. Ставили? И что вам говорили? Спасибо. Конечно. А у нас знаете, как получается? Вот я ставлю лавочку. Первый этаж, говорят, уберите ее немедленно отсюда. Первый, второй этаж. Вот эти придурки придут сюда пиво пить. А пятый этаж, пятиэтажный дом без лифта, который, говорят, сыночек, ставьте быстрее, говорит, я хоть с сумочками присяду, чтобы стартануть на пятый этаж. Общежитие. Мы живем в одном обществе, а нарываемся вот на таких вещей, когда люди не могут договориться между собой. Предложения все внутридворовые дороги ремонтируются либо на этапе принятия работы, либо на этапе согласования проекта обсуждения привлекать ТСЖ, либо Совет Жильцов. Это можно какую-то организацию общественную, то есть активную. Легче, мне кажется, заранее. Нет, это не легче. Если есть заранее, Должна быть парковка, должны быть завалены бордюрчики, должны быть там выделены такие зоны, должны быть сделаны дороги, чтобы разъехалась машина. Не скажешь, что мнению жильцов не прислушались. Можно я сейчас поддержу Татьяну одним маленьким способом, в плане, как вот нас делалось, ну, мы скажем, с советских времен еще. Никому от этого плохо не будет, прежде чем зайти строителям внутрь двора, выставляется стенд, пускай он будет переносной, потому что на время, когда принято все ремонт, он перейдет с другой картинкой. Выставленный стенд, написано, ремонт квартала будет вести такая-то компания, намечена с такого по такое число, а внизу проект этого двора, где каждый подойдет меликом или просто оставит какую-то записку, и в течение одного, двух, трех дней пройдет абсолютно логично. Никто этого, то есть ничего здесь такого нет. Это будет сделано, или вы только предполагаете? Я с вами здесь сейчас обсуждаю эти вопросы, так же, как вы уже получили, как общественники и чиновники. Ну хорошо, Андрей Павлович, вы это внесете, это предложение? Давайте, мы запишем это предложение и внесем его. Да, внесем.